Я лично против. Почему? Почему? Потому что, ну, мне кажется, это неправильно. Есть уроки анатомии, есть уроки биологии. Мне кажется, этого достаточно. Почему чересчур так давить прямо вот именно на это? Нет, не давить на то же. Программа будет нормальная программа, где будет обучать детей, как отношения полов, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, мальчиком и девочкой. Ну, это должно быть настолько грамотно. Но я не уверена, что у нас это будет грамотно. У меня лично девочки-близняшки, я и сын, взрослый сын. Я лучше дома сама с ними как-то корректно об этом поговорю. Даже девочка, играя в куклы, уже она как бы уже знает, что к чему, да? Как бы готовится к этому. Дочке матери, да, например, в домике девочка играет. То же самое мальчики. Я не знаю, пусть ведут, а там посмотрим. Я скажу так, да, есть два варианта. Рассказы, анекдоты. Есть два типа анекдотов. Есть анекдот, тоже анекдот. Его можно рассказать хорошо, красиво, без всякой пошлости. А есть анекдот, который совершенно с пошлыми моментами. То есть пошлый анекдот. Это во-первых. А во-вторых, все это должно происходить, я на самом деле не совсем против этого. Это должно происходить в высших классах. То есть классы, которые выше восьмого. Вот так вот. Это мое мнение. Почему я тоже скажу. Почему? Потому что сейчас информации очень много. И дети на самом деле уже с самого маленького возраста, уже они слышат об этом, обо всем. И так или иначе, с помощью интернета, с помощью того и третьего, четвертого, между собой и так далее, они знают очень много об этом. И чтобы это все сделать правильно, это было бы хорошо. Но это не должно происходить в первоначальных классах. То есть это не должно происходить. Это со всем класса. Я думаю, что опять-таки соблюдая этику какие-то, ну, это не так, как, предположим, в западных странах, каких-то делают там ужасные вещи, показывают, я не знаю, учебники, если я не знаю, вы видели или нет, учебники прямо там с фотографиями практически. То есть вот так вот. Я резко против этого, потому что сейчас через интернет и так больше образованы в этом сексуальном образовании, так называемом сексуальном образовании. Мы должны свою ментальность азербайджанскую, мусульманскую хранить и не допускать чуждых нам влияний. Слава Богу, у нас еще сохранится адаты, уважение и старшим женщинам. И не дай Бог, это у нас все счет. Я отношусь к этому крайне положительно. Но остался здесь единственный сложный вопрос. Это кто будет преподавать, по какой программе, все такое. То есть я не вижу в Азербайджане... Министерство образования, как утверждает программа, к сожалению, мы видим. И я боюсь, что и в этой сфере тоже будут перегибы. А, конечно, нормальное, адекватное сексуальное воспитание, оно необходимо, потому что то, что мы видим, что множество проблем в бытовой, быту, семейной жизни, это все очень многое проистекает из-за просто очень низкого уровня сексуальной культуры в том числе. Так что я считаю, что это очень положительный момент и правильно, адекватная, сбалансированная программа без ложных отсылок к национальному менталитету, который зачастую у нас воспринимает, что там типа национальные нравственные ценности. Это, извиняюсь, юбку надо носить ниже колена. А то, что даются взятки, ложь на каждом шагу, это, то есть, нормально, национальный менталитет вполне, значит, в рамки вписывается, а сексуальное воспитание тоже, как бы, не должно быть в этом плане изгоем, скажем так. Думаю, что такие уроки необходимы, ничего против них не имею. Считаю, что для этого должна быть подготовленная программа, конечно, специально, и подготовленная учителя, которые будут этим заниматься, ну, возможно, не просто учителя, а психолога, которые готовы для них вписываться в этот момент. То есть, при правильной подаче, не вижу ничего предосудительного в таком образовании. По этому поводу, скажу откровенно, у меня есть тоже двое детей воспитал, мои родственники, внуки. Воспитание дает церковь, Бог дает воспитание, Аллах дает воспитание. Как угодно вы его называйте. Одни называют в Англии, капы, в загружении. В Англии называют, точнее, опы, в загружении, капы, в русских это дверь. Так что Бог един, он дает ответы на все вопросы. Никакого образования нет, никогда этого не было, и оно нам не было. Мы не Америка, это все не наше. Я против. И все мое окружение конкретно. Это не наше. Еще раз говорю. Почему бы и нет? В этом нет ничего такого. Дети должны понимать, что почему. Это зависит от какого возраста это начать преподавать. Я не считаю, что там 7-летнему, 6-летнему ребенку это надо объяснять. Но я думаю, что с 10-11 лет, я думаю, что стоит медленно, мягко это объяснять. Потому что если эта школа не объяснит, эта улица объяснит просто не в той форме. Ну, я вообще-то не хочу прослыть ханжой, но, откровенно говоря, я против. Почему против? Потому что мы живем в стране, которая исповедует ислам и которая имеет свои глубокие исторические корни и традиции. Ну, в силу менталитета нашего народа, для той религии, которой исповедуется, это неприемлемо. Дело в том, что опыт, который имеют европейские государства и Соединенные Штаты Америки, в частности, к моему сожалению, как мне кажется, негативен, потому что на сегодняшний день уже открыто говорят о том, что в Европе и в США, несмотря на уроки школьного сексуального воспитания, регулярно проводимые, отмирает институт семьи. То есть люди, большинство своих, живут гражданским браком, который, по большому счету, не дает ничего положительного и приводит к тому, что дети, рожденные в таких семьях, они не имеют опыта семейных жизней, потому что жизнь родителей воспитывает последующие поколения. Сложилось так, что, несмотря на все эти уроки сексуального воспитания, результат негативный. Ну, к тому же, будем говорить о том, можно говорить о том, что половой инстинкт человека – это один из основных инстинктов. И следует ли ему обучать несозревших детей, в которых еще, будем говорить так, вроде бы структурно они созрели, а в голове еще, как это говорится, ветер бушует. Я думаю, что сама жизнь научит их тому, как себя вести в тех ситуациях, которые касаются их интимной жизни. Мне кажется, что не стоит этого делать. Я, ну, что я могу сказать про эту реформу, что ли, в школе? Лучше бы, скорее, вначале разгрузили бы школы, классы. Дети очень сильно мучаются и с этой тяжестью, с портфелями. А то, что введение нового предмета, ну, знаете, если это в мягкой форме, как-то так, более-менее в приличной форме, без извращения, без всяких, вот, я не знаю, естественно, это детям нужно, чем они познают это все на улице, где-то в подворотнях. Конечно, было бы лучше, если бы они познавали это бы в школе. Но, опять-таки, скорее всего, это в старших классах лучше так, чем... Ну, маленькие они есть маленькие, и я думаю, что еще рановато это все познавать. Недавно я смотрел передачу, где-то в Голландии ввели вот такой урок для старших классиков. Если методика соответствующая будет, если процесс, элегантный процесс будет организован на уровне, ну, да, почему против. Нормальная человеческая жизнь. Сексуальная жизнь – это элемент человеческой жизни. По вашему мнению, с какого возраста, с какого класса? Скорее всего, элементы ранних возрастов можно, например, пятый, шестой. К моменту созревания человека, у человека должны быть какие-то понятия, наверное. Ну, человек, я имею ребенка. В старших классах можно немножко глубже, более подробно. Ну, во-первых, слишком рано это начинять не стоит, и тем более детям преподавать это. Они сами начинают разбираться в очень раннем возрасте, смотрят друг от друга, что висит или что лежит. Это раз. Ну, а второе, всю жизнь без этого прожили. И дети рождались, и знали, как под одезялом себя вести. Так что я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это правильно, это нужно, потому что сексуальное образование, оно необходимо. Но, здесь есть одно но. Если дети будут учиться при этом отдельно, мальчики и девочки будут заниматься, пока те, например, в отдельности, это будет нормально. Потому что на протяжении всей истории эти уроки, они были включены в программу. Например, то же самое в Усманской империи. Там дети с подросткового возраста обучались этому. Это знание необходимое. Но просто при нашем менталитете, я думаю, что вряд ли это воспримется нам адекватно. Я считаю, что этот вопрос нужно обязательно освещать в школах, потому что уроки сексуального образования, они дадут возможность в дальнейшем, когда молодые люди подрастут, разбираться в более правильной, в семейной жизни, в вопросах, в новых вопросах. Потому что будут узнавать они не где-то во дворе, не где-то из каких-то уст от родителей, где-то что-то из книг запрещенных, из всякой литературы или из порнографических каких-то съемок. Будут знать о том, что происходит, в конце концов, между мужчиной и женщиной. С самого начала это не будет являться постыдной тайной, которая была раньше в наше время, когда не было соответствующих, когда не было ни литературы, когда не было ни учебников, ни учителей. Так что я целиком за уроки этих, или по воспитанию. Это очень плохо. Почему? Потому что ребенку нужно думать о учебе, о том, что его интересует, а не то, что его ждет через 20 лет. Каждое время у него свое время есть, чтобы распознать это. Проблема образования и проблема воспитания молодежи – это очень важная вещь. И, к сожалению, интернет не помогает нашей молодежи нынешней узнать правильные сведения и правильные данные. И все это подается в искаженном виде. Поэтому введение предмета отдельного – это, конечно, вообще мечта. Но хотя бы в рамках уроков биологии, того самого пресловутого девятого класса, я думаю, стоит выделить отдельные уроки. В то же время это можно даже сделать раздельно, разнополу, для мальчиков и девочек отдельно. Но провести их на высоком уровне, потому что, к сожалению, информационная база молодежи очень сильно искажена. Особенно по этому вопросу. Вот все. Я думаю, что в настоящее время эти уроки все равно нужны, несмотря на наш менталитет, несмотря на стеснение по этим вопросам стороны взрослых и детей. Разговаривать на эту тему нужно, и это приведет, я думаю, к положительным последствиям. Ну, что я могу сказать? Конечно, это вообще-то правильно, да? Вести, чтобы дети не учились где-то на подворотне и так далее. Конечно, нужно иметь знания такие, иметь представление о том, как это должно быть вообще на самом деле. Ну, у нас Азербайджан, у нас немножко другая культура, другой менталитет. Здесь это просто не примут, это не примут. Я даже не знаю, как это будет выглядеть на самом деле. Я думаю, это не стоит. Не стоит. Это просто не примут. А так я вообще-то за. Прежде всего, я хочу сказать, что дети должны расти образованными. И не то, что там что-то где-то кто-то услышал, а должны получать правильную квалифицированную информацию. И если уроки сексуального, да, как сказать, образования, я считаю, что обязательно это парням или мальчикам должно это преподноситься со стороны учителя, психолога. Считаю, что мужчины, парни, вот, или учителя. А девочкам обязательно это должно преподаваться со стороны женщин. То есть их нельзя, я, мое мнение личное, что на уроках вот по этому образованию, я считаю, их нужно как бы объяснять и готовить их специалисты. Соответственно, девочек, женщины, а мужчин это квалифицированные профессионалы, психологи и, может быть, даже врачи, учителя. Ну, в принципе, это уже давно назрело, потому что в советское время была там семейная этика, психология. Это был такой выхлоченный предмет, учитывая современный ритм жизни, когда даже пятилетние дети заходят в интернет и видят, что они потребны. Так вот, у них знания должны быть, что можно смотреть, что нельзя, что полезно. То есть тут запретом не обойдешься. Закрытый интернет – нет. Глобальная сеть заходит в нашу жизнь. И там всякие, да вот даже я, если захожу в сеть, там идет реклама, и там женщины голые, и там, не знаю, что. Вот в этом отношении, начиная, там, скажем, с 10 лет, с 11 лет, должны идти с ними на правильную работу. Что хорошо, что плохо. Ну, все, вот мое мнение. Сам вопрос уже интересный, конечно же. Но у меня есть некоторое «но» по этому вопросу. По этому вопросу тема необходима. Если нас Бог создал человечество разнополыми, то хотим мы того или нет, секс всегда будет одной из тех, которые будут всегда обсуждаться. И чтобы не было каких-то ненужных на эту тему изъяснений, разговоров, наверное, надо все же со школьной камьи вводить эту тему. Но для этого в нашем обществе надо само подготовить общество к этому, потому что, не решив многие социальные вопросы, которые имеются у нас на сегодняшний день, подходить к этой теме – это вызвать новый всплеск некоторых нежелательных эмоций, которые присутствуют в нашем обществе. Поэтому я думаю, что тема не должна это закрываться, тема должна обсуждаться сперва только на страницах и довольно долго, долго. Попутно должны решаться социальные проблемы, а потом подойти, когда мы будем готовы к этому вопросу. И, наверное, вводить, потому что секс, как таковой, был, есть, не было бы его, не было бы человека. В первую очередь, хорошо было бы, когда родители сами расскажут и покажут, что и как. Мальчику, как это все время было, это отец говорит, девочке говорит, мама делится, потому что чем узнали они это на улице, либо в интернете, лучше узнали это дома, в первую очередь. Это природа, это естественно, но что касается предмета, я бы сказал, что нежелательно это внести как официальный предмет, как урок, либо даже как факультативный предмет. Поэтому я думаю, что желательно, чтобы это осталось также в традициях в семьях. Понятно, что это каждый ребенок сняется спросить и так далее, но это было у нас. В Азербайджане это традиция, рассказывали, отец рассказывал, как это будет в будущем, когда ты женишь, а девочка, когда замуж выйдет и так далее. Поэтому, мое мнение, в школах в ближайшее время, чтобы лучше этого предмета не было бы. Дети именно обучались истории, поздавали логику и сами изучали многообразие Азербайджана. Она велика. Спасибо. Еще хотел бы добавить, что мне кажется, что главная проблема наших школ, это в том, что, даже не в том, что дают хорошие или плохие знания, насколько они соответствуют современным требованиям сегодняшнего дня, а и в том, что у нас не воспитывается уважение к личности, не воспитывается уважение к личности других людей, сограждан и все такое. И поэтому вот уроки полового сексуального воспитания, скажем так, оно обязательно, вот я себе не представляю, как это может идти. То есть это как бы духовное развитие личности, как это может идти, то есть типа вот так, как бы уважение к личности не воспитывается в рамках нашей школы, а как тогда быть сексуальным воспитанием, потому что эти вещи идут параллельно в том числе. То есть вот так. Ну и, конечно же, то, что я сказал в тот момент относительно отсутствия этих, как бы, я не вижу специалистов, которые могут создавать соответствующие учебники, пособия, вырабатывать программы. Я точно не представляю, как это будет. Есть какой-то опыт международный, можно использовать? Да, международный опыт очень резко критикуется и полицается. Люди, ну я вот видел там, в интернете, там показывают учебники из немецких школ, из шведских школ и очень так, как бы, сильно над этим надсмехаются. Нам это чуждо, да? Нам это чуждо. Да, что-то типа нам это чуждо, у нас, то есть как бы другое. Но по факту люди, которые на самом деле выезжают, ездят, видят другие страны, они видят, что оказывается, вопреки мнению тех людей, которые здесь сидят и думают, что там все на Западе, это разврат полный творит и бесчинство, на самом деле с удивлением обнаруживают, что нет, вполне пристойные, даже более пристойные, может быть, чем у нас, по крайней мере, внешне. То есть я как бы в жизни погружался, но вот так, то есть вот. Ну вот, в принципе, на эту тему может быть много, я поэтому не хочу, все равно это все не нужно. Я поэтому... Не нужно. Большое спасибо вам, удачи. Ага, есть, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok